здравствуйте дорогие друзья мы с вами на канале про цветок где авторы делятся своими знаниями а зрители их получают и заметьте абсолютно бесплатно и вообще для человека знания должны быть необходимы как как вода вот и заметьте вода эта тема сегодняшнего нашего разговора мы поговорим о поливе о типах пользы особенностях некоторых типов воды и конечно же подведем результаты исследования ученых касательно вреда хлорированной воды из крана для полива растений а пока подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и обязательно делитесь своим опытом полива различными вводами в комментариях под этим роликом и так как ни крути но свой разговор я начну самых полезных типов воды для полива а дальше буду просто говорить опале о плюсах и минусах того или иного типа воды первое ученые единогласно сходятся во мнении что самая полезная вода это дождевая растения в природе процветают именно под тем что им дает небо и это правильно при этом нельзя говорить о том что дождевая вода это дистиллированная вода да это конденсат с одной стороны пара однако в воздухе и тем более в верхних слоях атмосферы очень много пыли воздух насыщен ионами практически всех элементов в том или ином количестве именно к такому составу воды растения привыкали практически миллиард лет с тех самых пор когда вышли на землю из океана ну и сразу же конечно напомню подрузишь подружились с грибами знаете я слышу вот уже как тысячи зрителей высказались о качестве воды с небес кислотных дождях да вы знаете иногда и рыба падает с неба но кислотные дожди грязные осадки как и вообще радиоактивные это скорее исключение и если вы не живете рядом с огромным заводом коптящим так что стекла в окнах надо мыть каждую неделю то скорее всего большая часть небесной воды будет нормального качества вторая или второй тип воды для полива чуть чуть хуже чем дождевая это талая от снега немного отличается по составу из-за особенности образования кристаллов по насыщенности воздуха пылью зимой и летом есть отличия но тем не менее однозначно это полезная вода для полива на третьем месте ученые ставят родниковую воду она тоже считается буквально лечебной для растений и животных из-за насыщенности микроэлементами и если кто-то сейчас вспомнит о таком свойстве как жесткость то об этом мы поговорим на другом примере который большинство наших жителей использует наиболее часто колодезная вода позволю сварить в одну кучу колодцы и скважины для экономии нашего времени плюсы такой воды однозначны особенно колодца дешево бесплатно всегда есть минусы и это то что приводит большому количеству споров друзья отсутствие стандарта это вода будет отличаться в каждой местности и даже у соседа в зависимости от того с какого водоносного горизонта берется вода а что же огород что касается воды из колодца существует большая вероятность того что ваша вода может быть загрязнена другими веществами различными как нужными так и ненужными это кальций магний в принципе другие различные вредные минералы запомните есть более менее общее правило это для тех хейтеров которые из-за одного исключения на тысячу случаев готовы поносить авторов всеми неблагозвучными словами если вы пользуетесь этой водой стираете в ней и белые вещи не приобретают желтый оттенок разводы пятна после стирки то на крики специалистов о возможном превышении количества солей железа кальция вы можете не реагировать ну или посмотрите в чайник если там есть слой налета но он вас не беспокоит не отваливается кусками как штукатурка вода нормальная если вы моете руки в холодной воде с мылом и она пенится дает пенку вода нормальная но для тех кто совсем совсем не верит моим словам у нас в интернет-магазинах беларуси допустим можно приобрести тестеры и вручную проверить качество воды почти по десятку параметров жесткость ph наличие минерализации стоит такой тест набор в районе 15 долларов если в воде действительно превышена причем намного содержание кальция магния их солей вернее то с такой водой надо быть аккуратнее соли кальция до примера 100 миллиграмм на литр и магния до 50 миллиграмм на литр вообще являются желательными для растений но что делать если другого источника воды нет ну фильтры конечно же и обратный осмос в помощь если возвращаемся к дождевой воде и созданию накопителей то это тоже помогает следует помнить что искусственный пруд с такой водой тоже выход соли железа марганца кальция при отстаивании превращается в трудно растворимое соединение как правило выпадают в осадок поэтому такая вода которую мы выдержали в искусственном водоемчике рядом с домом прудик там или бассейнчик такая вода станет уже абсолютно подходящей для полива следующее о чем я не могу поговорить это подвести итог промежуточный итог будет в том что все эти типы воды отличаются от местности к местности то есть вы должны понимать что споры всегда будут только потому что вода даже в колодце будет отличаться в разной местности прудовая вода как же без этого из стоячего водоема не рекомендуется для полива так как содержит большое количество разнообразной живности разных типов водорослей бактерий а также спор грибов вы должны понимать что водная поверхность отлично собирает споры грибов из воздуха особенно такой водой не рекомендуется поливать рассаду. Водоросли могут понизить жизненную силу рассады, ну задавливая ее. Причем, казалось бы, водоросли вырабатывают кислород, ну и даже насыщают им почву, но при этом вначале развивается ненужная микрофлора. А затем резкий всплеск развития водорослей, биомассы водорослей, они вымывают все полезное. Что это значит? По сути дела, они поглощают все полезные микроэлементы и макроэлементы, не оставляя ничего растению. При этом из-за большой скорости размножения захватываются эти все полезности при этом, ну и потом наступает такой этап, когда эти водоросли, которые уже очень сильно развились, они начинают массово гибнуть, при этом отравляя грунт и вызывая развитие гнилостных микроорганизмов. Но, как всегда, есть лайфхак или хитрость для тех, кто верит в то, что его багно чище других. Берете и поливаете этой водой грядочку, другую, одну культуру, другую культуру для пробы, самых чувствительных. Допустим томатов, салаты и учитываем результат. Если все нормально, то возможно вам повезло и биоциноз вашего прудика самоорганизовался, поддерживает биочистоту, но учитывайте и то, что вода в таких водоемах может загрязняться и химией из полей близлежащего колхоза. Также учитывайте, что вода в разное время года будет по-разному характеризоваться, ну скажем, по наличию водорослей. Вы же помните, что иногда в жару такие водоемы со стоячей водой очень сильно цветут. Такая вода, она еще и будет содержать некоторые токсины, которые выделяют водоросли. Далее, о чем я бы хотел поговорить немножко в связке с этим, это вода из аквариумов, которую многие используют для полива комнатных растений. Можно ли ее использовать? Да, и они очень хорошо отзываются ученые. Она насыщена, как правило, кислородом. Если правильно организован аквариум, то там и полезная микрофлора, и водоросли типа хлореллы, ну и отходы жизнедеятельности обитателей, что будет хорошим удобрением для грунта и подкормки микрообитателей. Ну и конечно, полив водой, которая использовалась для варки еды. Даже об этом ученые пишут статьи. Они считают такой полив водой вполне полезно. Особенно вода после варки яиц, овощей и даже вода после мытья круп. Это все отличные смеси для подкормки комнатных растений. А если у вас их немного, то растения на грядке тоже скажут вам огромное спасибо за такую подкормку. И вот мы приблизились к важному моменту. Водопроводная вода, особенно в городской квартире, где вы пользуетесь ею для полива комнатных растений. Водопроводная вода в деревне и дачных кооперативах, где из-за низкой глубины забора воды и старых труб санстанция обязывает использовать хлорирование для повышения качества микробиологического состава воды. Растения, как и любые живые организмы, чрезвычайно чувствительны к наличию хлора в воде. Хлор чрезвычайно реакционная молекула, поэтому в чистой молекулярной форме не встречается на земле и при получении искусственном сразу же с чем-то связывается. Но в нашем бытовом разговоре мы абсолютно не учитываем концентрации. Так вот, если в воде хлора менее 150 мг на литр, то растениям такая концентрация не вредна. Запомнили? 150 вот эту циферку. Исключение гидропоника. Там в зависимости от культуры примерно 80-50 мг на литр. Всемирная организация здравоохранения рекомендует содержание в воде хлора не более 5. Вот вам какая лесенка 150, 50 и 5. А что же относительно нашего белорусского законодательства? Вообще следует сделать ремарочку, что человек чувствует запах хлора тогда, когда его концентрация около 4 мг на литр. Итак, 150, 50, 5 и 4. В белорусском санпине указывается концентрация хлора примерно в пол единицы. 0,5 мг на литр. И я вот однозначно вижу, что будут споры. И споры есть. И говорят, что вот поливал растением плохо. Запомните, растением играть спектакль одного актера, как это делают люди, не нужно. Они либо болеют, либо растут. Признаки отравления хлором однозначны. Потемнение краешков листьев. Но даже при этом растение все еще растет и не увядает, как говорят некоторые. И когда ученые разбираются в таких анекдотичных случаях, когда растение якобы стало плохо из-за хлора в воде, то как всегда оказывается, что это были просто нарушения других норм и технологий выращивания. Полив, удобрения и так далее. То же самое касается воды из домашних бассейнов. Когда вы используете химию для воды в виде хлора. В бассейне, как правило, действительно превышаются нормы по хлору значительно. Ну, такая уж у нас эта плата за безопасное купание. Однако, если это не соединение хлорамина, которое сейчас все чаще используется в подготовке воды в большинстве развитых стран, то для возможности использования вот этой воды из бассейна достаточно суток двоих на открытом воздухе. И хлор уйдет до приемлемых и безопасных уровней. Он очень летучий, легко испаряется из воды. А вот хлорамин так не уйдет. И если вы используете такую добавку в виде таблеток специальных, именно хлорамина, то такую воду лучше не использовать для полива. Даже в выдержке на открытом воздухе хлорамин не исчезнет. Ну, а теперь о температуре. Некоторые блогеры утверждают, что полив холодной водой может привести к тому, что растения дадут какой-то негативный эффект, впадут в спячку или получат шок. Я думаю, сейчас многие напряглись. А что же он сейчас скажет? Ну, ученые сказали следующее. Доказательств этому нет. Тем не менее, такие предупреждения предназначены скорее для комнатных растений. Там реально холодной водой поливать не рекомендуется. Это не имеет ничего общего с поливом сада на открытом воздухе. Нужно иметь в виду, что естественные осадки могут достигать температуры примерно 0 градусов Цельсия даже летом. Холодная вода в нашем экране не будет такой холодной в течение вегетационного периода. Если вам интересно, какая температура слишком низкая для полива, то лучше тут говорить о горячей воде, о которой нужно беспокоиться. Потому что, когда мы оставляем шланг, извините меня, на солнце, сразу же его вывод там бросаем где-то на грядочку огурцов, потом открываем воду, там идет чуть ли не кипяток, а иногда температура достигает в шланге, особенно в темном, в черном, резиновом до 80 градусов. И этот кипяток прямо под огурцы, потом это все желтеет. И мы думаем, ох, наверное, это потому что мы поливали холодной водой. А тут такой конфуз. Ну, стоит сказать, что, и это только мое мнение, если вы, в принципе, таким данным не доверяете, а ведь ученые не могут изучить все полностью на планете, то лучше, конечно же, холодной водой не поливать, если у вас есть возможность ее согревать, скажем так, бочки на участке. Но что делать, если у вас огромные площади для полива? Ну, и тут, конечно, стоит сказать, что хороший выход просто капельный полив, где вода успевает прогреваться. Конечно же, все возможные варианты невозможно более-менее подробно осветить в видеоролике, которые вы, уважаемые зрители, не устанете смотреть. Но на то есть комментарии. Напишите мне о вашем опыте полива. Очень меня интересуют ваши негативные, неудачные опыты полива. Ну, различными типами вод. Ну и задавайте вопросы. А я, в свою очередь, учитывая опыт Африки, хочу пожелать, чтобы у наших детей всегда был доступ к чистой воде и честным знаниям. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok